Включил камеру, Сергей ворчит, я ему мешаю работать, ничего не знаю. Почему за второй год засвел? Ну-ка выкладывай. Ты этот самый, агроном или я? Ну потому что он не очень качественный, место прививки плохо срослось, это как бы предсмертная агония. Так. Старается дать урожай, чтобы не погибнуть, то есть, как объяснить, бестоисть. Бестоисть, ты так и не можешь это. Да, я не могу избавиться. Тебя не возьмут ведущим на эту. И я никуда и не собираюсь. Главное, чтобы людям понятно было, что я хочу донести. Да вот понятно, теперь скажи, честно, гляди в глаза, ты его будешь продавать? Нет, я уберу его, то есть выкопаю. Я такие саженцы вижу, издалека заранее, то есть они не продаются. Ладно. Они просто убираются. Идем сюда. Там такой же. Я и хотел сказать. Тоже будешь убирать? Конечно. Так. Возможно, просто это закрытая гарнивость тем, возможно, просто под корень обрежем и там пойдет. Если однажды ты останешься безработным, тебя наймут продавать саженцы, учитывая авторитет. Вот. Тебя тут же и выгонят, потому что ты ни одно саженцы не продашь. С таким отношением. Ну, что поделаешь? Воспитание у меня такое, совесть мне не позволяет. Потому что что. Да. Я вроде в детстве тебя не это. Ну, не знаю. Не знаю. Правильно воспитан, видимо. Правильно. Ладно. Так, что еще может доглянуть за несколько минут, чтобы тебя не так отрывать? Или я сам пойду? Ну, самое главное, ты мне сказал. Ну, снято. Вот. Если ты сказал, что продам, я был бы очень расстроен. Нет, ни в коем случае. Люди бывают, наоборот, радуются. Ой, зацвел. Так вот, в том-то все и дело. Причувствие смерти и ранее плодоношение. И я, знаешь, какой сделал? Я какой сделал? Один из моих постулатов. Афоризмов. Вот. Не торопиться отдавать, чем позже вступят в плодоношение, тем качественнее дерево. У него все уйдет в дерево. В формирование дерева. Ну, абрикосы бывают. У каждого... А как ты? Закладывают хорошие качества саженца. За один год закладывают саженцы. Ну, правильно. На двух лет. Вот ему один годик, да, получается. Два цветочка. Но если, конечно... Вот, вот, следующие. Тоже это все однолетние саженцы. Вот. Это ничего страшного. Если, конечно, обилие... Вот такое вот цветение обильное. То есть, это уже признак. Ну, тогда объясняю до конца. Ветку берем с плодоношениящик, где я... Вот с тех мы брали. Вон, цвет зацветает. Плодоношениящик. Плодоношениящик. Почему бы ему не зацвести, когда он это... А у них еще привычка. Зачем-то пишут, не вырастенное дерево, пишут. Плодоношения на двух-трехлетних ветках. А у нас до самых кончиков однолетки. Приросты последнего года цветут. И закладывают почки. Специалисты не знают этого. Кстати, то же самое у яблони, у груш. Сколько я видел. Это же чудо. Кончики в ветрах цветут, а потом на них висят яблоки, груши, еще и гроздями. Вот. И получается, что раннее цветение в одних случаях признак смерти. Подтверждай. Да, так и нет. Будет... Страх... Страх смерти. А в других случаях это нормально. Качественный посадок. Ой, да вот смотри. Еще. 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 Здорово. Тут весь ряд практически. Да весь ряд. Самое главное, что ты продал такие, которые с твоего роста или тебе по грудь. Вот там бы да. А их уже тут нет. Похвастаться нечем. А таких в принципе и не было. Там, которые оставались в мой рост. Это я оставлял себе. Так правильно. Надо было уже с осени их это продать. Так же. Ну все тогда. Благодарю за внимание. Вот так. Пойду еще покажу, с каких ветки брали. Вон они. Ну они уже почти отсвели. И пока выглядят вот так. Пока. Вот. Пока вот так. Пока вот так. Пока вот так. Вон видите, облетает на глазах. Ой, мои любимые шмели. Вот это такие трудяги, ребята. Если бы вы знали. Дело в том, что они не боятся холода. Вчера была холодина. Так. Дальше шел. Ни одной этой. Ни одной пчелы. Куда ты улетел? Я тебя представить хотел. Эй, шмель. Ты где? А? Да с шмелем разговариваю. Я блог с шмелем? Нет, с шмелем. Ну и хотел показать. Дело в том, что у нас так принято. Что многие не знают элементарных вещей. Вот. И шмеление все видели. Сережа. Ты можешь работать. Значит, одна уже много лет. Раскрученная фирма. Фирма продает семечки. Черешни, вишни. Вот. Еще несколько наименований. И утверждается. Когда вы посадите дома, не надо никакого сада. Когда вы посадите это семечко, через три месяца у вас будет вполне полноценный вырожай. Через три месяца. Сказки, не знаю, что такие надо придумать. Им надо морду бить. А они до сих пор люди морозят. Так вот, рассказываю как анекдот. Я показывал на вебинаре предпоследним такую картинку. Моя фотография. Якобы я у них купил. И такой счастливый, счастливый. И там примерно сорок слов. Значит, я возмутился. Через год исчезла моя фотография. С этой рекламы. Появилась другая фотография. И то же самое. Человек словом слова. То есть якобы его письмо. Проходит еще год. Опять тоже. Ну им же надо менять немножко. Но им лень было менять письмо. Мошенники 100%. За три месяца до этого. Через три месяца 20 килограмм черешни. Тебя какого? Прямо в доме. Вот. А еще пишут. Зимою. То есть 4 урожая в год. Так оно-то чудо, Сережа. Но ведь ты же из-за этого же по миру пойдешь. Им же люди верят. Они закончили биологию 10-11 классу. Они не знают ни хера, если они верят им. Все. Благодарю за внимание. Продолжение следует.